Три года назад мы купили квартиру вот в этом доме. Мы долго очень искали, мы смотрели журналы, газеты и к выбору подходили очень серьезно. Рассмотрели множество вариантов различных застройщиков. Узнавали все детали. Это первое собственное жилье для молодой семьи. Материал дома, метраж квартиры, цена, есть ли парковочные места, детские площадки во дворе. И главное – опыт и репутация застройщика, наличие гарантии. В общей сложности искали подходящий вариант полгода. И такой тщательный подход окупился полностью, рассказывает Яна. Когда через два года решили расширяться, купили квартиру в том же жилом комплексе. Мы на 100% уверены в данном застройщике. Сколько раз мы к нему обращались, всегда нам давали нужные ответы на все наши вопросы. Во-вторых, конечно же, это район. Находится очень много детских садов и школ. А так как в дальнейшем, конечно же, мы планируем детей. Специалисты отмечают сейчас, несмотря на не самые благоприятные времена, в том числе и на строительном рынке, спрос на квартиры активизировался. Связывают это в первую очередь с доступностью цены, государственной поддержкой ипотеки. При этом Волокжан все больше интересует жилье высокой степени готовности и надежность застройщика. В частности, вот этот дом, третий дом, он получил высочайший рейтинг надежности, по мнению экспертов. Я думаю, это обусловлено в первую очередь тем, что нашей организации уже 25 лет. Это максимальный срок для коммерческой организации в нашей стране. Ну и тем, что мы имеем огромную материальную, техническую базу, огромное количество людей, которые этим заняты. Естественно, эксперты понимают, насколько для нас важно достроить объект и достроить его так, чтобы дальше было не стыдно строить. Производственные ресурсы компании – это одна из важнейших деталей, на которую следует обратить внимание, когда покупатель собирается заключить договор долевого строительства. Эти сведения содержатся в бухгалтерской отчетности, которую будущему дольщику обязаны предоставить в офисе компании. Но если для того, чтобы разобраться с бухгалтерскими документами, нужны хотя бы небольшие познания, то проектная декларация составляется на каждый объект в максимально доступном виде. Там указывается практически вся информация, которая необходима будущему покупателю, будущему дольщику, количество объектов, которые он построил, его самое главное – финансовое благосостояние. Понятно, что застройщик, который имеет достаточно большие активы, измеряемые сотнями миллионов, естественно, будет все делать для того, чтобы не подвергнуть рискам свою организацию. То есть будет строить в убыток за свой счет, но будет стараться сохранить репутацию. Проектная декларация должна быть в открытом доступе. Как правило, добросовестный застройщик ее выкладывает на публичных ресурсах, сайтах.